Всем привет. Пришла в поликлинику еще рано. Надо стоять ждать аптечный киосок. Ну народу так прилично. Надо подождать. Вон у нас какое ЖК построили, не видно, да? Такой этот дом. Ну что, ожидаем. Пришла анализы сдать, денежки отдать, шляпку одела. Вы знаете, так классно в ней. И не жарко. В шапке жарко, а в шляпке не жарко. Очень хорошо. Но сегодня сильный ветер, шляпка улетает. Вот такое дело. Хороший такой дом построили. Наверное, типа малосемейки там отражает этот телефон. Ожидаем, ожидаем. Ничего я не кушала. Зайдем с вами в буфетик, сдадим анализы, зайдем в буфетик. Так что, такое дело. Ждем. Ну что, девочки, ворвалась как рысь. А касса еще закрыта. А надо денежку платить. Надо ожидать. Эта хозяйка в помещении говорит, не топчитесь, садитесь. Нефиг ходить. Придется ждать. Вот так. Ну, разденемся. Будем ожидать. Приходит народ. Еще надо почитать, что там понаписывали мне сдавать. О, сейчас расстегну пальто. О, расстегнула пальто. Вот так. Голову помыла, голова мокрая. Вот как-то так. У аптечки надо будет купить тоже баночку на моченьку. Да нет, пальто снимать не буду. Что снимать я с коротким рукавом? Вот так, вот так. Сказала, не ходить, не топтать. Ну, такое дело. Такие тут плакатики. Народу пока нету. Что ожидаем? Ожидаем. Так. Ну, что. Все получила я. Смотрите, сколько этих бумажек всяких тут заплатила я. Сейчас я вам покажу, сколько я заплатила. Сейчас я вам покажу, сколько я заплатила. Смотрите, дохрена. О, видите? 925 гривен. Вот это тебе анализы. Так, тут еще есть бесплатные. Понятно? Еще бесплатные. Ну, что, почесали. И взяла я талончик к врачу, чтобы дала направление еще к проктуологу. В общем, почесали наверх. Займем очередь и сдадим кровь. Вот так. Какие-то дела иду. О, буфетик уже выставил эту расценки пирожочков. Так что, надо будет проверить. Все, пойдем. Пойдемте. Слушайте, тут такая очередь. Офигеть. Офигеть. Очередь. А кто последний на кровь? Ага, хорошо. Нужно ложиться. Офигеть большущая. Все, сидим, ждем опять. Ну, что, сделала я этот укол. Кровь, короче, сдала. Сейчас я людям мешаю. Заняла место все. В поликлинике все место заняла. Теперь надо выпить таблеточки. Сейчас выпьем. И что вы думаете? Я в прошлый раз его, в прошлый раз делала у нее, она специально сделала так, что там шишка. Ничего плохого я ей не делала, ничего плохого я ей не делала, вот такая вот гадина. Она никогда не делала плохо. Когда взяла, плохо сделала, а сегодня не хотела браться за руку, она хорошо знает меня, и не хотела браться, а другая делала. Говорит, да. Теперь кровь тю-тю. Циркулирует плохо. Там шишка. А единственную вену я взяла и испортила. Вот так. Вот такая уразина. Хотя всегда я хорошо относилась в какое-то непонятное отношение, непонятное. Водички выпьем. А тепленькие, наверное, возьмите. Да, мы выпьем, молодой человек. Вы? Я за женщиной. Нет, это. Так. Все, одна есть. Упадет. Упадет. Сейчас еще две. Раз. Два. Так, это закончилось сайту. Мусор. А теперь я еще понесу домой. И все. Короче, вот такое дело. Сделали. Сейчас посижу 10 минут. Потом сходим в уфет. А потом надо к врачу подойти. Может, она мне выпишет. Потому что талон дала мне аж после обеда. Далеко-далеко. Что я буду ждать с 7 утра, да. После обеда до 3 часов. Сейчас пойду попрошу. Какой? 300. Это на следующем. 300. Пойдемте наверх. Сейчас я закрою. Угу. Бодон. Угу. 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 это ж надо взяла испортила старание странно делалось да хорошо это какие-то убеждения дурные в голове и в этот раз не подошла то она всегда пишет вот такая вот что ты скажешь так 310 он наш указатель пойдемте прошу медсестру может она без медсестры все сейчас постучу попрошу может без этого еще нету вторая смена сейчас не бывает закрой пойдемте может попросить у старшего кого-то не сидеть все закрыто все закрыто где открыто все закрыто ты не дергает все закрыто девочка знала секрет следующем кабинете там человек там есть нет сестра сейчас я в этот кабинет спрошу дадут они не это заведующая да она кстати мой этот терапевт этот как он там называется того чтобы ждать до трех часов дня это врач там занята медсестры можно спросить или нет извините пожалуйста можно у вас спросить вы дадите талончик нет да тут или нет чтобы не стоять не говорит ладно буду ждать ну что продолжение следует купила еще я знаете что получила я направление к проктологу и гинекологу и купила я смотрите только что в аптеке надо сдать мочу горшка у меня не было два горшка вот такой обычный ой и купила эту сейчас все падает и купила эту витаминку подняла горшок короче такой гематогенчик взяла и вот взяла витаминку это так и взяла по приколу и знаете сколько мне это обошлось вот эти горшки это вот у меня чек сам покажу вот сколько 48 48 в общем сегодня 1000 1000 еще надо идти записаться к какая-то это колоноскопии или что-то такое тем кому за 50 делают ее бесплатно вот она направила нужно идти в это отделение записаться в общем пошла я дальше сейчас зайду в туалет и пойду дальше а зайду в туалет в уфе и пойду дальше сейчас встретимся все ждите ну вот мы пришли в очень интересное место столовая сейчас посмотрим что они нам предлагают надо перекусить ну я конечно иду за котлетой из теста посмотрим что есть вот такие салатики 40 рублей левешка ты понял ну росу здесь что у нас красиво все красиво вкусно ну 35 50 а мы сейчас возьмем что мы возьмем гречка а сколько такое бутерброд слоеный или как оно называется сколько стоит по пирогам пироги самые дешевые наши только пироги что тут пишут есть и сейчас прочитаем я плохо вижу почитаю что тут бот бот лето а а котлета в тесте и что еще беляш до ну сейчас возьмем котлету в тесте так сколько такое второе стоит где-то на стол не а когда мне два две котлеты в тесте один беляш до подогреть две котлеты один беляш ну давайте я ж думаю холодильнике держали что ж выручим родной буфет без него никак привыкли на заводе вот заходишь и котлету в тесте не обманывают все нету ничего не буду сейчас одну секундочку придите пожалуйста спасибо чек чек еще шесть еще шесть еще шесть еще шесть еще шесть а что американская и два кота нет нет котелок народ берет все днем можно было я тоже кофе выпила но так беляшек больше нигде не купишь это раз такое бывает дома не печем в городе не покупаем да я не видела в городе это только в нашем буфетике сейчас попробуем давайте я вам вот так не не вы тарелку себе заберите а вот это ложите сюда да оно не упадет? нет мне кажется да вы сейчас их потеряете я хотела сэкономить держите чтоб вы их не потеряли хорошо спасибо о видите такую эту штукенцию покушаем по простому по базарному поиск 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 блин не влезешь и сюда не знаю куда сесть понимаете тут не пролезаешь давайте вот так вот поменяемся как то блин туда сюда не влезешь не влезешь не влезешь не влезешь а надеюсь Есть, видите, есть народец. Тоже хочет беляш. Ой, мне кажется, что здесь одно тесто. Есть, что мясо. Добираюсь до мяса. Ну, тесто хорошее. Тесто хорошее, но хочу до мяса добраться. Хочется. Я обязательно захожу. Когда хожу в поликлинику, обязательно захожу. Ностальгия. Много мяка. Много мяка. Наконец-то нахо. Как положено, с хлебом. Аппетитненько. Потому что сейчас надо пойти в стационар записаться на процедуру. Потом надо поехать на другой микрорайон. К одному врачу. Потом на другой микрорайон ко второму врачу. А потом вернуться сюда. Чашку легче. Паровые котлеты там все. Ну, 50 рублей, однако. Балдеж. Раньше на работу приходим. И там остается до работы 15-20 минут. И рано-рано утром в столовку продавала пирожки. И мы одного человека отправляем за пирожками на участке. Кто меня увидит, может вспомнить. Слушайте, пытаюсь развязать этот пакет. Не могу развязать. Сейчас. Завязала мне горячий. Я теперь развязать не могу. Один слопаю, а один возьму с собой. А вдруг это... Потом до обеда дохожусь и скушаю в городе. Ну, раньше была духовка, не так же. А сейчас жареная. Вчерашняя полезная на поджелудочную. Котлета хорошая. Котлета лучше. Так, более-менее тут и мяско слышно, и все. А в этом беляше такое размытое какое-то все. В общем, все. Я буду доедать эту котлету. И пойду дальше. Потом расскажу вам. Придем в другую больницу, я вам расскажу. Опять включусь. Все, пока-пока. Ну, что, вышла я с корпуса. Вот такой дом у нас там строят. И иду записываться. Все, сегодня целый день. Версельта столько денег потрачено. И целый день. На уличке хорошо. Утром была такая мерзопакость. Такое, как моросило и туман. А сейчас вроде бы солнышко вылазит. Так посветлело. И погодка хорошая. Я шляпу не одела, потому что, думаю, сейчас с корпуса в корпус. Ну, ветер. Сегодня ветерок. Идем, идем. Машина едет. Такая рожа. Стационар надо идти записаться. Ну, не знаю, что это за процедура такая. Вы знаете, я и боюсь. Хоть она и бесплатная. Еще сказала, что здесь весь город делает. Ой, боюсь этих шланг. Хорошо. Уже весна, птички поют. Сегодня первое число, наверное, да? Сегодня первое. Класс. Тепленько, свежо. Голова у меня высохла, наверное, в поликлинике. Утром мыло. Так, пойдемте, территория стационара. Ой, машину, машину, машину. Быстрее. А так красиво тут ухожено. Вот такие тут елочки. Такая больница вон, вверх, большая. Такой палисадничек. Палисадничек. Стационар. Сейчас мы зайдем по дорожке для больных. Так, приятненько тут. Да, больных? По пандусу, да? Ножками пойдем по пандусу. А здесь что, еще мозаика советская? Или... Вот такая мозаика красивая, смотрите, сзади. Вот. Красиво, да? Так, пойдемте. А куда вышла женщина? Карантин, вход. Дальше. Так. Зашли. Здесь, да. Здесь, да. Здесь. Пришла рецепшн. Может, на рецепшн. А где, если не помню. Нема, сказали, вот 10-го, да? Ждем. Ждем спросить. Ну, не скажу вам. Вот я движу по записи, вот только на 10-й. Ну, да. Все, все, есть. А скажите, пожалуйста, запись на колоноскопию или что-то такое, кишечник. Тут же, да? Ой, как хорошо, далеко идти не надо. Так что я пришла. Все, сейчас запишусь и пойду дальше. Уже включусь в 9-й. В общем, слушайте, пришла я. Записалась я к этому врачу. Вот этот, колоскопия это. Она дала мне подготовку. Готовиться надо 2 дня. Это бесплатная процедура. Процедура, но нужно купить раствор. 350 гривен он стоит. Потом наркоз 500. Но можно и без наркоза. В общем, эта процедура не такая уж и эта. Не знаю, боюсь я. Ну, в общем, вот такое вот. Иду дальше. Пошла дальше я в эту поликлинику. Посмотрим, что скажет другой врач. Такое-то дело. Ну что, приехала к этому проктологу. Что вам записалась. Сказали принести рукавички. Сделать клизмы. И еще что-то бахилы. И приходите на прием. Потом мы вам скажем, что делать дальше. А, говорю, может сейчас УЗИ сделать там. Или что, чтобы прийти уже с готовым этим. Нет, надо смотреть. Надо это, то все. Короче, все. Все, иду в обратную сторону. Вот такой сегодня был поход. Иду домой. Все. Всем пока.